Итак, всем привет, дамы и господа, с вами Александр Котин. Сегодня среда и в рубрике «Открытый микрофон» что называется «Мой выход». Итак, я расскажу о том, что я вижу на финансовых рынках. И тот график, который вы сейчас видите, это акция Alcoa, которую я купил еще 5 октября. Вот по этому сигналу на дневном графике. Тут как раз был дивергентный бар. Как видите, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 5-волновой импульс. Затем он корректируется в зону предыдущей коррекции. То есть все красиво, все замечательно. И мы идем в третью волну и конца и края этому движению еще пока что нет. Пока они растут. Вот так. Потом еще я купил акции eBay. Тоже жду, что будет происходить. Ну и пока все. По Форексу у меня пока что нет такого количества сделок, чтобы они меня вывели в плюс в этом месяце. Поэтому все это перекрывается замечательно и хорошо, и прекрасно акциями, которые можно торговать. CFD на акции, которые можно торговать в Amarkets. Вот таким образом это работает. И мне это очень нравится. Потому что когда валютный рынок не дает мне каких-то ситуаций, где я могу заработать, я зарабатываю на акциях. И если вам нужна будет моя бесплатная консультация, в течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией, дам план дальнейших действий, то есть которые вы сможете самостоятельно внедрить и уже получить результаты. Ссылка в описании. Вы пойдете сразу же в мой WhatsApp. Я запишу вас на то время, которое у меня будет свободно. Обычно в неделю у меня есть три места на бесплатную консультацию. И созвонимся в WhatsApp и в течение 40 минут сделаем ваш план действий, который вы сможете внедрить и получить результаты уже после моей консультации. Но если вам понадобится моя дальнейшая помощь, я конечно же расскажу вам, как ее можно получить. Ссылка в описании под видео. Переходите, а мы с вами пойдем дальше по валютному рынку. Итак, евро-доллар. На мой взгляд была ABC-коррекция на дневном графике. И сейчас идет развитие импульсной волны. Обратите внимание на линии баланса. Здесь параллельный рынок. И идет развитие импульса. То есть это идет удлинение. Конечно, есть вариант, что это может быть волна B. Что это только A была здесь. И может быть продолжение коррекции. Но пока этого не происходит. Поэтому мы идем по рынку, мы идем по тренду. И обращаем внимание на сигналы только по тренду, которые образуются на внутридневных масштабах. То есть здесь был опять же импульс. Вот была импульсная волна. Она откорректировалась. Причем резко. Поэтому я с таких резких коррекций не захожу. И соответственно я обычно беру нормальные ABC-паттерны, где приходит цена к минимуму предыдущей волны A. И только отсюда я начинаю покупать. Возможно здесь такое падение и будет. Но во всяком случае пока я рассматриваю движение по тренду и точки входа по тренду. То есть здесь у меня был бы достаточно большой стоп и я не стал заходить в фунт-доллар. Также идет развитие импульса вверх. То, что мы с вами видим на дневном графике. Первая, вторая, третья, четвертая и развитие пятой волны. Параллельный рынок. Соответственно то, что мы видим здесь. Один, два, три, четыре. Удлинение в пятой. Фрактал. Вот еще фрактал. То есть первая, вторая, третья максимальная АО. И в этой третьей возможно дальше удлинение. Потому что здесь параллельный рынок. Но вот здесь пока мы максимум не обновили. Можно рассмотреть эту ситуацию как некую сложную волну B. Особенно на часовом графике. И если цена упадет куда-то к минимуму волны A. Ну предполагаемой, естественно. То отсюда возможны сигналы на покупку с достаточно хорошим потенциалом. Дальше что? Франк. Франк менее читаемый график. И здесь больше вопросов, чем ответов. Один из вариантов, который я здесь вижу. Это A, B и развитие волны C. Причем неправильная B. Здесь четко виден зигзаг. И если вдруг это первая, вторая в волне C. То вполне вероятно, что появится третья. Но это будет вход против тренда. Потому что смены тренда, на мой взгляд, тут еще нет. Я обычно оцениваю смену тренда после прорыва фрактала предыдущей коррекции. То есть либо вот этого, либо вот этого. Поэтому аккуратно. Потому что цена может и просто дальше пойти по тренду. И все. То есть внутри здесь малочитаемый рынок. Особенно вот в этой части. Поэтому аккуратно. Аккуратно с франком. Я предпочитаю евро и фунт в этом случае. Доллар и иена. Иена сильно реагирует на движение по золоту. Поэтому то, что мы видим на неделях. И линиями я обозначил импульсные волны. Первая, вторая. Это все третья. Но на мой взгляд, это какая-то первая волна. Потому что в недельном графике. Это у нас А. Это сложная B. И развитие волны С. Которая стремится зацепить вот этот минимум недельного интервала. И в этой С скорее всего какая-то первая волна развивается. А может это и вся волна С может здесь сформироваться. Это покажет время. Пока таким образом засекаться мы не будем на это. Вот. Поэтому здесь у нас 1, 2 или А, Б. Пока если мы посмотрим на часовик. Это импульсная волна. 2, 3, 4, 5. Ее хорошо видно. И BC паттерн здесь развивается в коррекции. Если он приходит в зону предыдущей коррекционной волны. То есть плюс-минус вот сюда. Это где-то район 104.16. 104.14. И здесь будет четко читаться коррекционная волна. И естественно появится сигнал в виде дивергентного бара. Тогда я думаю, что здесь можно попытаться зайти в покупку. Австралийский доллар. Глядя на дневной график могу сказать, что это удлинение. Несмотря на то, что здесь казалось бы был 5-волновой паттерн вниз. В виде только волны А. Пока здесь большой вопрос, что тут вверх развивается. Пока мы не пробили этот максимум. Это можно считать как некую волну B. Но как только мы его пробиваем. Это скорее всего будет новым импульсом вверх. Я предпочитаю в этой ситуации просто смотреть точки входа по тренду. Я обращаю внимание на то, что здесь параллельный рынок. То есть параллельный аллигатор на дневном графике. И тренд основной сориентирован вверх. Поэтому я захожу на меньшие таймфреймы. И вот все сигналы на покупку, которые здесь были. Вот здесь. Вот здесь. Они были рабочими. То есть можно было заходить просто в импульсные волны и все. С другой стороны это очень похоже на удлинение. Потому что на многих рынках. Особенно на сырьевых. Я имею ввиду на сырьевых валютах. На австралийце, новозеландце, канадце. Сейчас идет развитие именно удлиняющихся волн. На новозеландце вот это прекрасно видно. Была очень короткая коррекция. Обычно такая короткая коррекция характерна для второй волны. Которая по времени и цене идет достаточно быстро. И если импульс шел вот допустим 132 дня торговых. То коррекция завершилась за буквально 5 торговых дней. И соответственно здесь нет опять же четкого ABC паттерна. Это обычно бывает на стремительных рынках. Которые мы сейчас здесь видим. А дальше идет 1, 2, 3, 4, 5. Все волны здесь по фракталам видно. И развитие нового импульса. Тут получается параллельный рынок опять же. И идет удлинение. То есть опять же максимальное АО. Вот в этом паттерне. Вот в этом импульсе видно. То есть первое, второе, третье, четвертое удлинение приходится на пятую. И для удлинения характерен именно вот такой характер движения. Когда идет движение откат, движение откат, движение откат. Поэтому наилучшие точки входа будут с меньших таймфреймов. И выход должен быть на максимуме импульса. Не надо пересиживать коррекцию. Поэтому дальше тут все прекрасно видно. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Первая, вторая. И получается уже третья волна идет. И там идет удлинение. То есть тут можно все волны даже не посчитать. Но вопрос в том, что если вы понимаете, что происходит на дневном, с часа опять же все сигналы, вот эти вот. Раз сигнал. Два сигнал был. На вход по тренду, они все будут рабочие, они будут хорошо отрабатывать. Примерно где-то вот, даже если вот этот пример взять, 19 к 78, это примерно 1 к 4. Неплохо. Поэтому то, что дальше может появиться, дальше могут появиться такие же точки входа именно в часовике. Или в двух часах. И тогда их тоже можно брать по тренду. Потому что здесь еще никакого завершения нет. Идет удлинение волны. Вот так эта стратегия работает. Дальше что? Канадский доллар. Здесь, на мой взгляд, может быть такая же ситуация, как на франке. То есть А, потом неправильная Б. И мы можем, скорее всего, увидеть еще волну С. Если не обновим вот этот минимум. Вот если мы его обновим, тогда ситуация поменяется. Поэтому что я здесь рассматриваю? Во-первых, у нас на внутридневном масштабе мало что читается. По крайней мере, мы видим вот этот импульс. 1, 2, 3, 4, 5. Возможно, это первая вверх. Возможно, вот эта вот часть, эта волна B, для которой характерны также пересечения, постоянные пересечения линии баланса. Потом получается первая, вторая, третья в С. И четвертой, пятой в С еще не было. Если мы где-то вот здесь завершим этот импульс, будет сигнал на покупку, то можно их аккуратно брать в покупку. И тогда завершится просто какая-то большая вторая волна. И, возможно, движение вверх. Если же мы пойдем пробивать вот этот минимум, в этом случае, скорее, у нас будет дальше движение по тренду. И такое же удлинение, которое мы видим на австралийце и новозеландце. Но, естественно, только наоборот. Потому что здесь доллар на первом месте. Золото. Если помните, недели так примерно две или три назад я давал интервью канала Markets. И там я говорил о том, что золото примерно на 1700 мы сможем увидеть. Сейчас 1800. То есть осталось совсем немного. И, как видите, завершения никакого нет. По АО это прекрасно видно. Потому что, на мой взгляд, идет коррекция А, Б, идет С. Первая в С, вторая в С и третья в С. Соответственно, если приблизительно прикинуть, куда эта волна С может прийти, хотя бы третьей своей волной, то это примерно вот так можно сделать. Берем сетку, ставим ее на первую волну. Вот от фрактала до фрактала. И потом передвигаем на максимум второй волны. Вот где у нас вот здесь фрактал. Сейчас я вот это все уберу. Ну, потому что где-то в районе 61,8 у нас как раз и будет от подъема предыдущего. Вот от этого подъема. Потому что здесь была первая, вторая, третья. Да даже если вот сюда это все протянуть, то где-то это будет 38,2. Видите? Это 1700. Давайте пока эту сетку уберем. И я вам покажу вот эту фишку. То есть вот мы берем вот это расстояние, откладываем от второй волны, получаем 61,8. Где получаем 161,8? Точнее, в районе 1700. Поэтому, скорее всего, здесь закончится либо вся волна С, либо только третья волна этой самой волны С. Потому что сейчас в ней получается первая, вторая и это явная третья. Ее видно по характеру движения и наклону С. Вот так. Поэтому золото пока снижается. Серебро, я считаю, что так же может снизиться. А, Б и вот куда-то вниз. Примерно где-то, может быть, даже в район. 18 долларов. Может быть, в район 20 долларов. Вот так. Но тут менее интенсивное снижение идет, чем на золоте. С.Н.П. 500. Я считаю, что идет дальнейшее удлинение вверх. И то, что мы с вами видим на 4 часах, это 1, 2 и вот там развитие какой-то третьей волны следующего импульса. Здесь параллельный рынок на дневном графике, что говорит о дальнейшем росте. Соответственно, здесь мы тоже самое видим. Биткоин. Биткоин у нас удлиняется. Если говорить о недельном графике, здесь, скорее всего, мы идем обновлять этот максимум. Ну, там у меня на канале кто-то в комментариях пытался мне рассказать о том, как здесь увидеть какой-то треугольник с усеченной волной Е. На мой взгляд, все сильно проще. Первая, вторая и третья. И со временем вот этот максимум мы будем перебивать, естественно, и максимальная О будет как раз-таки в третьей волне, то есть там, где это нужно. То есть тут все сильно проще. На месяц это уже произошло. И то, что мы видим в дневном, это параллельный рынок. То, что мы видим где-то плюс-минус в часовике, в 30 минутах. Здесь очередная коррекция, с которой, кстати, можно, если вы торгуете внутри дня, отследить дивергентный бар, отследить завершение волны С внутри, чтобы там была пятиволновка, пока ее там нет. И зайти по тренду с низким риском, высоким потенциалом. Вот так это и работает. Нефть марки Brent, соответственно, я считаю, что была первая, вторая, третья. Развитие четвертой волны. На третью ставим сетку, где-то вот район 61,8. Максимум первый. Вот сюда мы можем прийти. И за этот максимум еще, ну, минимум точнее, за него запрыгнуть. То, что здесь развивается, изначально выглядело как один, два, три, четыре и пять. Но сейчас мы видим, что удлинение пришлось на текущий импульс. Поэтому это первая, вторая. Первая, вторая, в третьей волне. И явно по движению видно, что это третья волна. Вот так. И, соответственно, идет развитие именно третьей волны. Вот в этой самой волне ци относительно дневного графика. Там еще завершения никакого нет. Потому что идет удлинение. Опять же удлинение. Что касается фьючерса на доллар. Здесь также идет удлинение. Давайте вот возьмем дневной график. Что мы здесь с вами видим. Здесь у нас параллельный рынок. Здесь у нас закончился вверх импульс. Либо коррекция нисходящего движения. Пока это непонятно. Но, судя по продолжительности, скорее импульсная волна, которая корректируется. Соответственно, тут все волны видно хорошо. Вот эта дивергенция была. Первая. Получается, закончилась где-то вот здесь. Вот здесь вторая, третья, четвертая, пятая. Третья не самая короткая, а самая короткая пятая. То есть все правила работают. Удлинение пришлось на первую волну. Дальше идет коррекция. Скорее развитие волны А. Либо А, В и развитие С идет. Пока. Это непонятно. Понятно будет потом, когда все это закончится. Это не принципиально. Потому что пока, глядя на 4 часа, у нас есть дивергенция. И это выглядит как первая, вторая, третья, четвертая. Удлинение пятой волны. Удлинение пятой волны. И дальше, соответственно, мы этот характер удлинения и видим, где происходит откат. Снова движение. Откат. Снова движение. Вот так это все и работает. Тут усиливается движущая сила. Потому что, скорее всего, тут идет усиление импульса вниз. Что касается индекса РТС. РТС. Давайте фьючерс возьмем текущий. Что здесь видно в дневном графике? В дневном графике это была либо первая вверх, либо А. Коррекция и новое движение. Тоже идет удлинение. Параллельный рынок. Короткие коррекции и резкие движения вверх. Казалось бы, здесь импульс завершился, но и можно было посчитать это пятой волной. Но не пятая, это первая в пятой. Вторая, третья в пятой и полетели там вверх. То есть это удлинение. Это все, что характерно для именно удлинения. И такие удлинения можно просто, можно сказать, тупо брать по тренду. Вот с таких движений брать импульсы вверх. Потому что тренд тут не закончен. Рынок нигде не поставил жирную точку в текущем движении. И идет движение вверх. Параллельный рынок на Дели нам говорит о восходящем тренде, текущем. На этом у меня, пожалуй, все. Как помните, ссылка в описании. Можно записаться на мою бесплатную консультацию. В неделю у меня есть только три свободных места. И я смогу вас записать только на следующую неделю. Сделаем план дальнейших действий. Поработаю с вашей ситуацией. Мы посмотрим, что у вас не получается. Может, у вас нет торговой системы. Может быть, у вас нет четкого алгоритма принятия решений. Может быть, вам мешает так называемая психология. Или вы принимаете эмоциональные решения. Потому что психология – это такое общее название. Но на самом деле, как правило, очень много моментов связано с принятием эмоциональных решений. И вот эти вещи нужно уметь осознанно контролировать. Либо не подходить к компьютеру, если вы в каком-то возбужденном состоянии находитесь. И в таком состоянии не торговать. Вот такие проблемы мы можем с вами обсудить на бесплатной консультации. Ссылка в описании. Попойдете в мой WhatsApp. Договоримся о времени. Запишу вас. И поработаем. На этом у меня все. С вами Александр Котин был. До встречи в следующих роликах. Пока.